Украина попросила у Германии оборудование для разминирования территорий на фронте, Бербок. Украинские власти попросили у Германии оборудование для разминирования территорий на юго-востоке страны, где продолжаются контрнаступательные действия в СУ, об этом заявила министр иностранных дел Германии Анна Лена Бербок на совместной со своим эстонским коллегой пресс-конференции в Берлине, сообщает РБК Украина со ссылкой на The Guardian, огромный пояс мин, установленных российскими военными на юго-востоке Украины, мешает украинским солдатам, продвигаться вперед во время контрнаступления, РЭД, сказала Бербок. По ее словам, украинские власти попросили у Германии оборудование, чтобы позволить своим войскам безопасно пересечь заминированную территорию, сейчас мы обсуждаем, как мы можем удовлетворить этот запрос, не только немцы, но вместе с другими партнерами, отметила глава МИД Германии, разминирование Украины, из-за российского вторжения в Украину и активных боевых действий наша страна загрязнена взрывоопасными предметами. Некоторые аналитики называют Украину наиболее заминированной страной в мире, поэтому Украина начинает новую государственную политику по гуманитарному разминированию, а также призывает другие страны помочь в этой сфере. Кроме того, министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью РБК Украина рассказал о приоритетных участках для разминирования. По его словам, речь идет в первую очередь о трассах под линиями электропередач и полей, президент Владимир Зеленский заявлял, что на сегодняшний день 174 тысячи квадратных километров территории Украины потенциально опасны из-за мин и боеприпасов. Также, по словам министра обороны Украины Алексея Резнякова, украинские военные раскапывают по пять мин на каждый квадратный метр, установленных российскими войсками для того, чтобы сорвать контрнаступление в СУ. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.